Добрый день, ребята! Вы попали на канал «Найти свое дело». Меня зовут Кирилл. Сегодня у нас будет одна интересная тема. Поможет ли смена города найти себя или дело вообще в другом? Итак, мы часто замечаем за собой, что мы живем в нашем городе, и что изо дня в день ничего не меняется. Когда вокруг нас происходит рутина, когда каждый день одно и то же, мы начинаем смотреть по сторонам, мы начинаем думать, что же мы можем изменить. И самые первые мысли, которые нам приходят в голову, это поменять наше окружение, поменять город, в котором мы живем. Сегодня я вам расскажу свой опыт о смене городов. Ведь я переезжал в Питер на полгода, я переезжал в Москву на полгода, перепробовал там много разных работ, сравнивал эти города со своим городом, в котором я живу. Это Верхняя Пышма, которая находится рядом с Екатеринбургом. И расскажу, почему я вернулся, и стоит ли вам переезжать в эти города, чтобы найти себя, или нужно копнуть во что-то другое. Не переключайтесь, сейчас будет интересно. Ну а пока что, пожалуйста, нажмите подписочку и лайк. В 2018 году я переезжаю в город Санкт-Петербург. Для того, чтобы попробовать себя, для того, чтобы найти новую работу, для того, чтобы попробовать огромные возможности этого большого города. Мы, значит, опустим вот эти все моменты, как я ехал до Питера на машине, как я искал квартиру неделю, как я нашел квартиру, как я заселился, и сразу же переступим к тому моменту, как я начал искать работу. Да, чтобы найти себя, ведь канал у нас именно об этом, я сразу же решил приступить к поиску работы. Ведь когда мы работаем на какой-то работе, мы сразу же понимаем, наша это или не наша, остаемся мы, занимаемся ли мы этим дальше, или идем дальше. Итак, в городе Санкт-Петербург я перепробовал порядка 10 разных вакансий. На каждой вакансии я работал где-то по неделе-две недели. Приходил, устраивался, работал, понимал, что это не мое. Говорил работодателю, ну извините, я не хочу заниматься этим до конца жизни, ведь это не мое, я пошел дальше. То есть, представляете, я уже с того момента начал искать себя. Ну и понятно, что помимо работ мы также живем в этом большом новом городе. Нам нужно заиметь новые связи, новые знакомства, друзей, чтобы нам не было скучно, чтобы нам по вечерам можно было хотя бы с кем-то пойти погулять. Итак, мы пытаемся завести друзей, у кого-то это получается, у кого-то это не получается. У меня получилось, ну так себе, среднее. Я прожил полгода в этом городе, занимался компьютерами, параллельно пробовал разные вакансии, займел себе несколько друзей. И вот настал тот момент, когда я решил переезжать в Москву. Потом я переехал в Москву, в Москве было все примерно то же самое. Приехал, сняли квартиру, я начал работать. Параллельно ввел бизнес с компанией, осваивал город. В городе у меня было парочку одноклассников, поэтому с друзьями мне уже повезло, мне хотя бы было с кем общаться. Работы в Москве еще больше, чем в Питере. Вообще, что в Москве, что в Питере очень много работы, вы очень быстро найдете работу, если захотите. Но в итоге, пройдя вот этот целый годовой путь, я вернулся назад в свой небольшой городок Верхняя Пашма, который находится рядом с городом Екатеринбург. Давайте вообще я вам скажу, для чего это я сейчас рассказывал. Вот многие ребята молодые думают, что они переедут в другой город, у них там что-то поменяется. Вот я точно так же думал. То есть я думал, если я сейчас приезжаю в Москву, в Санкт-Петербург, у меня просто кардинально поминается вся моя жизнь. То есть это возможности. У меня там будет очень много денег, сразу же друзья меня обрастут, большие зарплаты. Но по итогу, ты приезжаешь туда, берешь только онли самого себя. И там только ты сам наедине с собой. Плюсом ты еще платишь деньги за коммуналку, за квартиру. И в итоге у тебя получается примерно то же самое. То есть парадокс нашей жизни таков, что ты переезжая в новый город, в итоге оказываешься в том же самом месте, только с другой локацией внутри себя. Потому что все для тебя внутри себя остается то же самое. Уже через месяц ты будешь идти по Питеру или по центру Москвы. Смотреть просто, залипать в телефон, вот так вот листать и не видеть то, что происходит вокруг тебя. То есть тебе будет без разницы. Идешь ты по небольшому городку и сидишь в этом телефоне. Или ты идешь по большому Москва-Сити и сидишь там точно так же в телефоне. Ты привыкаешь к окружающей обстановке. Ты просто привыкаешь к окружающей обстановке. И ничего вокруг тебя особо толком не меняется. Да, ты можешь найти работу немножко побольше. Тысяч на 15, на 20. Но фишечка знаешь в чем? За квартирку придется платить те же 20-30 тысяч в месяц. Если у вас сейчас есть мысли, например, приехать в другой город. И вы думаете, что там все образуется. Что там резко вы поймете, кем вы хотели быть, кем вы хотите стать, вообще к чему вы идете, куда вы стремитесь. Ни хрена подобного так не получится. Я считаю, что нужно с этим определяться именно в своем городе. И если, например, твой город не предрасполагает возможностями для того, чтобы тебе идти по своему пути, вот тогда уже можно двигаться в другие города. То есть получается, не нужно куда-то уезжать, убегать от себя, и потом понимать, что ты в итоге никуда не убежал, что ты точно так же тут остался, в точно такой же забытом богом квартирке, снятой за 15-м, за 20 тысяч рублей. И ты точно так же не знаешь, куда тебе дальше идти, до чего ты живешь вообще на этой планете. Теперь как бы такая вот отдельная тема. Если ты, например, в деревне живешь, где у тебя там очень мало населения, где реально как бы нет работы, но все бухают, например, а ты сам по себе не хочешь вот в этой теме подзавязнуть. Вот если ты в маленькой деревне живешь, у тебя нету рядом города-миллионника, тогда да, тогда ты можешь приехать в другой город и там уже рассматривать какие-то возможности. А если ты живешь и так в каком-то городе-миллионнике или рядом с городом-миллионником, то тебе переезд вообще не обязателен. Вот прямо сейчас тебе нужно разобраться вообще, в какую сторону ты идешь. То есть тебе нужно понять, что конкретно тебе нравится в этой жизни делать. То есть тебе конкретно нужно двигаться в этом направлении. И потом, если ты, например, понимаешь, что тебе нужно переехать в другой город, чтобы вот это направление свое развивать, тогда do it, делай это. То есть выводы этого видео такие. Переехав в другой город, там вы себя не найдете. Ищите себя в своей голове изначально, а потом уже переезжайте, если этого требует ситуация. Спасибо, ребята, что меня посмотрели. Это видео получилось коротким, но лаконичным. Подписывайтесь на канал, будет еще много интересных тем. Всем пока-пока.